добрый вечер дорогие мои вы на канале привет ангела с вами народный батюшка я в интересном месте смотрите какие тут у нас горы горы буераки поросло все лесочком поросло сосной и березкой и это место интересно тем что я здесь когда-то снял первый сюжет про незаконные свалки незаконные свалки он назывался телевизор на свалке и ну вызвал тогда достаточно большой интерес даже прокуратура выезжала ко мне сюда со мной сюда чтобы в общем выписали предписание что тут нужно все убрать и так далее в общем здравствуйте дорогие друзья мы с вами находимся около телевизора по которому хотели бы услышать как рассказывать о преодолении чиновничьего беспредела наш президент владимир владимирович путин телевизор к сожалению не включен потому что он находится на свалке эта свалка у деревни митина что на дороге между пистяками и нижним ландихом и организовали его насколько я знаю чиновники и жители пистяков так как скал свалку основную официальные так называемые закрыли то повысили цену для того чтобы возить в полях наш мусор но для экономии как мне рассказывают по моим сведениям как я полагаю начали возить мусор сюда я сам видел официальные мусорные машины которые мимо моего дома проезжали этот мусор складировать вот на этой смог далее в общем сработало но я вам скажу так вот этот телевизор на этой свалке его кто-то как говорится прикончил а может быть это телевизор и другой ну и свалки в общем то практически нет так немножечко кто-то похулиганил сделав где-то ремонт и вынув окна а в общем я ее объехал ну слава богу нет прекратилась и свалка у нас заголенкова я тоже вам снимал я тоже показывал сюжет давай похрюкаем это же был против того что она существует ну и там как я понял ее ликвидировали местные жители вы знаете кто об этой свалки я вам тоже неоднократно рассказывал как-то я посчитал что и и ликвидировали но вижу какие-то следы сюда и нет ничего не могу сказать что это новые закопы по моему это закуп их прошлогодние почему же следы машин сюда интересно что они тут делают но на ту сторону сейчас еще съездим посмотрим а так гремит страшного тенька как бы мне в дождичек не попасть я-то по буераком на своем дырчике м м м м м Ничего не могу сказать Что тут происходит Похоже, что здесь песочек Маленько брали Вот это новый откоп Какой-то А так свалки вроде Не видать Сейчас Поточнее посмотрим Да, тут Все Более-менее Старое закопано Туда не пойду Потому что Следов туда Не видно Здесь Ох, гремит как Надо ехать, надо ехать Нет здесь Да Ну что Будем считать, что Ликвидировали Свалку Но бились долго Ну а сколько здесь закопано А Закопано-то сколько здесь Пластика всякого Это же вот У нас тут Все течет В озеро У нас везде Тут Под слоем Песка Глина И все В конечном итоге Собирается К озеру Все Еду домой Пока в дождь не попал Сейчас Проехал Немножечко Вдоль дорог И посмотрел Что творится Вдоль нашей дороги Вот сюда На Нижней Ланде Ну и в сторону Старой свалки И я вам скажу так Тоже Лучше стало То есть Вот как раньше Прям пакетами Пакетами Валялись какие-то Выбросы Не видно Видно много бутылок Бутылок из-под Лимонада Бутылок из-под Пива Конечно и это Тоже Очень нехорошо И это В какой-то степени Радует Что у нас Происходят Такие изменения А меня еще больше Это радует Потому что Сегодня Вышел Указ Президента Владимира Владимировича Путина О наказании За незаконные Свалки Ох Вот я Такой Радостный Хожу А тут смотрите Что спряталось Вон Что тут Творится И это Достаточно Свеженькое Ну вот Только что Хотел порадоваться Что мы Вперед Указа Путина Все прекратили На самом деле Не все прекратили Что гласит Указ Путина Что теперь Будут наказывать За выброшенные Из машины До 10 тысяч Штраф За выброшенные Ну вот По видим Вот таким образом Как сейчас Мы с вами Посмотрели 200 тысяч Штраф Это по первому Разу А потом Якобы Можно И еще Хуже И это Меня радует Меня радует Но особенно Меня радует То что и мы Уже Стали покультурнее Стали меньше Выбрасывать Потому что Я еще раз Повторяю Что Пестяковский район Уникальный Экологический Район В котором Главный ресурс Это чистая вода И чистая экология Я ничего не понимаю Почему Ни Ивановская Область Областная Администрация Ни Пестяковские Городские Советы И Администрации Не понимают Этой главной Ценности Мне кажется Это потому Что они мало Знают Россию Вот Ну по крайней мере Центральную Россию Я же в свое время Когда мы Создавали Специальные Программы Для санаториев Детей Объехал Весь центр Вот Вот все Вот Самое Можно так сказать Комфортное Место Проживания Где Транспортные Артерии Хорошие Где Медицина Не так далеко Та которая Соответствует Хорошему Уровню Детского Санаторно Курортного Отдыха Где Люди Вполне Доброжелательные И могли бы Участвовать В этих Санаториях Своими Продукцией Своей Значит Какими-то Участием И так далее И это Я вас уверяю Это вот Вот это Восточная часть Ивановской области Тут все Пали Все Все очень хорошие Ну и Песяковский Район Это бриллиант Экологический Бриллиант В центральной России Я вам так Даже скажу Что это Центральной России Такая Забота Кто-то Остановился Посмотреть Что я тут Делаю А Они Они С мешочком Ой Машина Остановилась С мешочком Хотели Что-то Выбросить Я не буду Показывать Но Но в тему Вот так Дорогие мои Поэтому Пестяковцы Давайте Думать Что мы Делаем Когда мы Выбрасываем Из окна Пластик Пластик Еще 300 лет Будет Яд Давать В почву У нас Вода Недалеко Совершенно Вот этот Яд Весь в эту почву Уйдет И в конечном итоге Мы здесь Все испортим Если будем Выбрасывать Пластик Так что Не выбрасывайте Ничего из окон Не создавайте Вот таких Незаконных Свалок Где Создается Теперь у вас Есть Право Или тем Кто Значит Создает Сказать Что они Не правы Что это Государственная Забота Ну А если Не слышат То От 10 До 200 Тысяч Штраф Все Здоровья Всем Радости До свидания Субтитры 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 Субтитры